Знаете, приходил на тренировки, ну, как всегда, с баулом, сеткой мячей, распределял позиции, переставлял их там и так далее, и даже сам подыгрывал. Речь о Геннадии Смертине. Он воспитал несколько поколений талантливых футболистов. Среди тех, кто занимался под его руководством наибольших успехов, добились сыновья Евгения и Алексея Смертины, а также действующий игрок питерского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин. Идея уковечить память известного футбольного тренера Геннадия Смертина возникла год назад. Одним из вдохновителей оказался родной дядя Александр Ерохин Николай по профессии скульптор. Материалы здесь не дешевые. Это арт-бетон. Арт-бетон, то есть чем он отличается от обычного бетона или раствора, тем, что он в течение небольшого времени набирает прочность гранита. То есть это маленько, так скажем, такой инновационный материал. Вес барельефа около 400 килограммов. На его создание у специалистов ушло 4 месяца. Установить памятник успели прямо к 83-летию алтайского тренера Геннадий Иванович многим открыл дорогу в большой спорт. Саня всегда горел этим желанием быть в большом футболе. Но, как Геннадий Иванович говорил, светлая головушка. У него были два выражения. Это светлая головушка и козлы бездарные. Это вот так. Он всегда так распределял тех, кто занимается. Как мы видим, на барельефе два мяча выделяются. По легенде, если футболист потрет этот мяч, то он обязательно забьет гол, а если футболист потрет этот мяч, то его команда ждет успех. Я, как мы видим, мячи тоже потер, тоже играю в футбол. И будет ли в этом результат, я вам когда-нибудь расскажу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.